Иисус Христос – главный символ христианства, Сын Божий в теле человека из Назарета. Его появление на земле было предсказано еще в Ветхом Завете. В Никио-Цеореградском символе веры утверждается, что Христос умер ради искупления человеческих грехов, а затем воскрес из мертвых, вознесся на небеса и придет второй раз, чтобы судить живых и мертвых. Другие христианские убеждения включают непорочное зачатие Иисуса, творение чудес. Личность Христа вызывает большое количество споров как на академическом, так и на бытовом уровнях. Дискуссии ведутся относительно самого факта существования Иисуса. Ортодоксальный иудаизм не признает Иисуса ни пророком, ни мессией. Перейти к разделу иудаизм согласно Исламу, Иисус является одним из посланников Аллаха, Расуль, принесшим им джи Евангелия, и чудотворцем. Иисус называется также Мессией, Масих, Араб, но не считается Сыном Бога. Ислам учит, что Иисус живым вознесся на небо, отвергая христианское учение о распятии и воскресении Иисуса Христа. Перейти к разделу решетка Ислам религиоведа и теологи, придерживающиеся точки зрения, что Иисус является реальной исторической личностью, они мифом утверждают, что Он родился в период с 7 года до н.э. по 4 год до н.э. и умер в период с 30 по 33 год. Как на самом деле выглядел Иисус, по словам историков, не так, как мы привыкли думать. У каждого есть представление о том, как выглядел Иисус Христос. В изобразительном искусстве Запада его образ использовался чаще всех других. По традиции, это мужчина с длинными волосами и бородой, длинной туникой с длинными рукавами, как правило, белой и накидкой, чаще синий. Но так ли он выглядел на самом деле? Ученые считают, что изображение Христа с длинными волосами и бородой вряд ли соответствует действительности. Возможно, у Иисуса была борода, как это бывает свойственно странствующим мудрецам, но только лишь по той причине, что он не посещал цирюльника. Какими были черты лица Христа? Они были еврейскими. Совершенно очевидно, что Христос был евреем или иудеем. Об этом можно прочитать в частности в посланиях апостола Павла. Как же выглядел еврей того времени? В Евангелии от Луки говорится, что во время начала своего служения ему было 30 лет. В 2001 году судебный антрополог Ричард Нифва создал модель жителя Галилея для документального фильма BBC «Сын Божий», взяв за основу череп неизвестного человека, найденный в том регионе. Он не утверждал, что это лицо настоящего мессии. Это был лишь способ увидеть Христа обычным человеком своего времени, потому что в его описании не говорится ничего о его исключительной внешности.